Ну что, наверное, начнем, да? Я так думаю. Лучше наушники одеть, потому что голос у меня тихий. Ну, наверное, начнем, да? Хоть называется тема вокализма сибирско-тюрских языков, но концентризм так или иначе все равно будем затрагивать, потому что все-таки раздельно как-то не совсем хорошо смотрится, все это надо вкупе. Это одно. Второе. Иногда буду выходить за пределы тюркских языков, потому что некоторые вещи, которые были как бы, да, характерны только для тюркских языков в области вокализма, сейчас стали отмечаться и при территориально близких к тюркским языкам в языках фиксироваться. Ну, в частности, сургутский диалект хантыльского языка. С фаринголизацией, вот первое, что мы рассмотрим, это фаринголизация. О ней, так или иначе, мы говорили и на предыдущих лекциях, и Азиана Витальевна рассказывала, когда рассказывала о тувинском языке. Ну, вот вещь такая вот специфическая, уникальная для гласных, но, похоже, она вот растекается по Сибири очень так широко, имея различные разновидности. Вообще, был знакомый у нас кандидат физико-математических наук, он работал в консерватории, выделял 24 типа фаринголизации. Ну, я начну, извините, буду читать, чтобы случайно не переврать о фаринголизации. Так, ну, с этим вы, наверное, уже знакомы. Это схема речевого аппарата, чтобы иметь некоторые представления. Фаринголизация у нас... Так, мышка здесь двигается. Видите, корень языка, задняя стенка фарингса. Вот как раз в этом месте и образуется у нас дополнительная артикуляция, собственно говоря, называемая фаринголизация. Ну, и так. Здесь вот таблица, которой мы пользуемся в Новосибирске, в отличие от МФА. Вот она выглядит таким образом, в ней больше рядов и больше ступеней отстояния мы называем. Я ее таким образом поддержу, чтобы вы немножко, как бы, зрительно имели представление. Фаринголизация гласных, как дополнительная работа стена глоточного резонатора, отмечается в ряде тюркских языков Южной Сибири. Тувинском, Товском, Шорском, Барабинско-Татарском, в северных алтайских языках, тубинском, кумандинском. Типологическое сходство гласных в Качинского диалекта хакасского языка с параметрами тубинских и тубинских гласных дают основания для предположения о функционировании этого явления и в речи качинцев. Фаринголизация отмечается также и в угро-уренхайском языке, языке тувинцев-оленеводов Монголии, выходцев из северо-восточной Тувы. Тот же. Извините. Владимир Михайлович Наделяев обращал внимание на необходимость изучения динамики тувинской звуковой системы и, прежде всего, консонантизма, поскольку это позволяет выявить следы более древнего состояния, сопоставимого по своим характеристикам с характеристиками звуковой системы древнеуйгурского языка, а также с характеристиками звуковых систем сарах-югурского, саларского и до некоторой степени современного уйгурского языка. При изучении особенностей тувинского и сарах-югурского вокализмов Особый интерес представляет специфическое в тувиноведении проблемы фарингализованных или в русской терминологии оглоточных гласных. Результаты последних инструментальных исследований свидетельствуют о том, что фарингализация свойственна не только вокальным, но и консонантным системам ряда тюркских языков Южной Сибири – шорского, барабинско-татарского и тувинского. Более того, в тувинском языке функционирует фарингальный сингармонизм, регламентирующий правила сочетаемости звуков не только гласных, но и согласных, и детерминирующий фонетическую модель целлоформы. Таким образом, фарингализация – это живое, развивающееся явление, охватывающее фонетические системы ряда тюркских языков Южной Сибири. Ну и последнее исследование по сургутскому диалекту говорит, что там тоже есть фарингализация, тоже разных типов. Проблема происхождения фарингализации. Проблема происхождения фарингализации. Вопросы генезиса фарингализации давно привлекают к себе внимание лингвистов, предположивших несколько разных точек зрения. По мнению Пальмбаха, тюрвинские фарингализованные гласные явились средним звеном в развитии так называемых заместительных, то есть вторичных долгод, при переходе их в краткие гласные и таким образом наследуют глоточный элемент исчезнущего согласного. Данная гипотеза, не объясняющая причин возникновения фарингализации гласных в тубинском языке, фарингализованные гласные появляются лишь на месте общей тюркских кратких гласных. Нашла неожиданное подтверждение при проведении исследования фонетической системы туба-диалекта алтайского языка с использованием компьютерной методики. Было установлено, что все долгие гласные реализуются с дополнительной фарингализованной окраской. Сурны Борисовны здесь нету, да? Как раз она занималась туба-диалектом алтайского языка. В свою очередь это может быть косвенным подтверждением общности, близости субстратов тувинцев и тубоваров. Фарингализация была свойственной артифилюционно-акустической базе их предков, но реализовалась в языке в различном фонологическом статусе. Во второй половине 50-х годов прошлого столетия Наделяевым была разработана концепция звуковой динамики в тюркских языках восточного региона, которая не была им в те годы опубликована, но Щербак упоминает о ней в сносках своих монографий с начала 60-х годов. Ниже приводится развернутая цитата из заметки, представляющая собой фрагмент отзыва Наделяева на кандидатскую диссертацию, диссертационную работу «Доржу. Древние уйгурские элементы в современном тувинском языке» и опубликованные учениками Наделяева в 1980 году. В соответствии тувинских фаренгализованных гласных и якутским кратким гласным генетически торжественных лексемах типа тувинская лошадь. Можно кому-нибудь из тувинцев как раз продемонстрировать? Так, вот тувинская лошадь сейчас будет. Ат. Ага, спасибо. Якутская ад лошадь. Так, а тувинцы? А, якуты у нас есть? Да, есть. А можно лошадь якутскую? Ат. Ага. Ну там вот есть, но только другого типа, конечно. Так, хорошо. Теперь тувинская собака. Вот. Вот. Понятно. Ну мы еще так повторим. И соответствии тувинских кратких нефаренгализованных гласных и якутским долгим гласным в генетически торжественных лексемах типа тувинское имя. Ат. Ага. И теперь якутское имя, если можно. Ат. Тувинское посылай. Ут. 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 Да. А, он каждый раз пропадает, когда. А также чередование фаренгализованных и нефаренгализованных гласных слоформ входной и той же тувинской глагольной системы. В зависимости от качества последующей согласной фонемы типа тувинская. Сожмет. Сожмет. Азар. Сожмет. По-тувински. Ну. Азар. Ну вот у меня говорю. Ой. Транскрипция разъехалась. Азар может быть? Да, наверное. Азар это вешать. Сожмет. Сожмет это. Аз и сожми. Сожми? Аз. Нет, здесь, наверное, не сожмет, а вешать. Аз это основа, да, вешай. А Азар это инфинитив. К сожалению, ворды не совместились и вот все. Так, позвольте, так, это пишет Наделяев, мне сделать вывод о том, что одно и то же исконное фонемное состояние согласных и гласных могло иметь столь различные рефлексы только в условиях различных языковых субстратов. И опираясь на эти различия, постулировать следующее. Первое. В тюркском проязыке восточного региона, а именно в языке типа древнеугурского, была консонантная фонемная система. Это сильный глухой, слабый глухой и сверхслабый, состоящие из группы сильных гласных типа Т, К, К. Группы слабых согласных типа Т. И из группы сверхслабых согласных это З, Л, Д, ну и так далее. В тюркском проязыке восточного региона была вокальная система, состоящая только из кратких широких и кратких узких гласных фонем и не имеющих так называемых первичных долгих гласных. Это второй постулат был. При ослаблении поствокального сильного согласного об условном артикуляционно-акустической базе предков тувинцев в тюркоязычный период, а фонная напряженность гласного в виде фарингализованности стала фономатическим, конститутивно-дифференциальным признаком. Древне-тюркское – ад, тувинское – вот вы слышали, ад, но древне-тюркское – ад – имя, а тувинское – тоже вот ад. В условиях другого типа датюркского субстрата, артикуляционно-акустическая база, которая имела константную систему, где было противопоставление по степени напряженности согласных, ослабление древне-тюркских сильных согласных не произошло, и обусловленная напряженность преконсонантного гласного в виде фарингализованность сохраняется как аллофонный признак, что наблюдается в топском языке – ад, лошадь, но ад – имя. В слоговой структуре ЦВЦ, где первая – это согласная, В – гласная, А – С, согласная в постлокальном сильном согласном последний, занимает большую часть временной продолжительности слога за счет фонного сокращения краткого гласа, и наоборот, постлокальный слабый или сверхслабый согласный занимает меньшую часть временной продолжительности слога, что обусловит фонное удлинение краткого гласного. Поэтому в условиях третьего типа, датюрского субстрата, репетиционно-акустическая база которого имела вокальную систему из кратких и долгих фонем и консонантную систему из слабых и сверхслабых фонем, как в обско-угорских языках, древнетюрский слог с послокальным сильным согласным дал рефлекс в виде слога с кратким гласным, а древнетюрский слог с послокальным слабым и сверхслабым согласным дал рефлекс в виде слога с долгим гласным. Например, древнетюрская ад, якутская ад, туркменская ад, вот что же будет все краткое, и там сохраняется сильный Т. А в древнетюрском ад имя, якутская ад и туркменская ад, там гласный удлиняется. Как предлагает Ильич Свитыч, фарингализация, по крайней мере, в первом слоге многосложных слов возникла вследствие передачи чистым гласным специфической сильной артикуляции последующих сильных согласных, перешектизть затем в категорию слабых. Но есть иное, есть иначе говоря, представляет собой эффект взаимодействия гласных с сильными согласными. То есть сильные напряженные согласные стали слабыми, но это напряжение никуда не делось, оно перешло как раз на гласный виде фарингализации. Очевидно, что точка зрения Владимира Михайловича Наделяева на происхождение фарингализованного гласа в тувинском языке как обусловленное изменением качества неначальных согласных лишь отчасти совпадает с мнением Ильича Свитыча, с которым они независимо друг от друга пришли к логе, что в значительной мере аналогичный Наделяев. Наделяев подчеркивал, что его концепция работает только в звуковой динамике тюркской семьи языков, так как он не убежден в генетическом рассте алтайской группы языков. Здесь представлена какая-то дистрибуция фарингализованных гласных в моносилабах, тувинский язык. Мы можем видеть, в каких случаях фарингализованный гласный «а» отмечен. И можно попросить носителя тюркской языка озвучить. Какой слой? Да, вот прямо «а». Весь. Заметьте, какая фарингализация, нисходящий-восходящий такой, потому что там я буду сам озвучивать дешевский, она будет отличаться от этого. Еще можно? Да, да, да. Вот, можно вот прямо ввести? Все. Да, да, все-все. А, может быть, это диалектное. Чурт. На «э». Тес. Кеш. Перд. На «и». Что там? Ирт. Сирт. Чирс. На «э». Теш. Эр. Перд. На «ю». Чук. Спасибо. Здесь дистрибуция представлена фарингализованных гласных в трехслоговых слоформах. Как можно видеть, в первом слоге. Начинается с первого слога, распространяется на второй, дальше на третий слога тоже. То есть, такой сингармонизм. Ну, говоря про фарингализацию, скажем, что она не только в сибирском регионе отмечается, но вот сейчас аналогичный процесс, по мнению Фердальус, Гельмидина и Хисимидина, происходил и в башкирских говорах, тем более, что тенденция ослабления сильных смышленных отмечена и в них. Щербак утверждает, что происхождение фарингализации в гласах можно рассматривать как явление, возникшее под влиянием сильной аспирации конечных согласных типа П, Т, Ч, К, Ш. Такой же точкой зрения придерживается и татаринцев, отмечая, что возникшая на определенном этапе развития тувинского языка тенденция к изменению качества сильных неначальных согласных реализовалась первоначально в утрате этими согласными придыхательности, а затем и в их ослаблении первые из этих изменений и привело к появлению у гласных первых слогов, предшествующих таким согласным особо в качестве, получившего название фарингализации. Таким образом, несмотря на различный подход к решению проблем происходения фарингализации тувинских гласных, большинство исследователей связывают возникновение это явление с историческим процессом изменения качества согласных П, Т, С, Ш, Ч, К. Кроме тюркских языков, глотализованное произношение гласных констатируется в некоторых языках других семей. Фарингализация в восточных диалектах ивенского, а также в кариахском языке может объясняться тем, что вены, мигрировав в 9-10 веках из Байкальско-Енисейского региона на северо-восток, усвоили в ходе миграции новый для себя тунгусо-манчжурский язык, проявив в нем свою артируционно-акустическую базу с характерной для нее особенностью фарингализации гласных. Части венов включились в кариахский этнос, сохранив фарингализацию, другая часть мигрировав в северо-восточную Якутию растворилась в большом этническом субстрате юкагирского типа, усвоившем эвенский язык, но не усвоившем чуждую его артируционно-акустической базе фарингализацию. Фарингализованный гласно функционирует также и в одном из енисейских языков, это кецком. По мнению Фейера, вокализм кецкого языка, покулихинский говор, извините, представлен 56 фарингализованными гласными фонемами, дифференциальными признаками которых является способ модуляции семи типовых настроек гласных по интенсивности. Нетолчковые, начально-толчковые, конечно-толчковые, двухтолчковые, и активность поднятия гортани, и инъективность опущения гортани. Таким образом, на каждой типовой гласной настройке могут реализоваться 8 различных фарингализованных гласных фонем. Вернер и Дульзон придерживаются субстратной и реальной теории генезиса фарингализации в тувинском и тувском языках. Вернер среди возможных объяснений явление рассматривает гипотезу о фарингализации как отражение речевых особенностей енисейского субстрата или как результате конвергентного развития языков разных систем, входящих в единый языковой союз в бассейне Верхнего Енисея. Дульзон связывает появление фарингализации с кецким субстратом. Однако исследования топонимической системы северо-восточной тувы свидетельствует об отсутствии существенного влияния кецкого языка на тувинский. Так, чтобы не скучать с таким прочтением, я поставлю картинки такие, чтобы их рассматривать. Это здесь, это тувинский язык в своем форме. А можно произнести вот уже это вот? Нет, это долгий. Здесь представлен долгий гласный. Ма. А в данном случае представлен как раз фарингализованный тувинский гласный лошадь. Ат. Как-то загадочно получилось. Еще раз. Ат. Ат. Долгий, так, и фарингализонный, но в данном случае фарингализонный. Вот представлена рентгеносхема, дентопоатограмма этого звука и еще одна рентгеносхема по двум разным дикторам. Можете пока поанализировать. Мы разделим точку зрения Владимира Михайловича, в соответствии с которой фарингализация является субстратным наследием части языков Байкал-Саянского региона, включая и Несейский ареал, входивший в состав Ценокумбайкальского языкового союза. Только исходя из этой гипотезы можно объяснить наличие фарингализации в венгийском и кориатском языках. Заслуживает также внимания точка зрения Янхунина, в соответствии с которой фарингализация, по его терминологии это глотализация или варингализация гласных, появилась в тубинском и витовском, атовский еще иначе называется карагасским языком, в языках вследствие ослабления поствокальных шумных согласных первого слога под влиянием самодийских языков. Вместе с тем новейшее изыскание не позволяет согласиться с мнением Щербака о том, что позднее заимствование слова является ограничением для фарингализации, а также с утверждением Янхунина о коротковременности периода развития тубинской фарингализации. Он определяет это как XII-XIII века. Результаты исследования закономерности фонетического освоения тубинцами лексические заимствования из русского языка и через русский язык, выполненного Ирой Дашовной Дамбыра, свидетельствует о том, что фарингализация это живое продуктивное явление, охватывающее не только исконно тюрко-монгольскую лексику, но и значительно более поздние русские заимствования. В каком заимствовании русское? Компьютер, машина. Ну вот, если сравнить, конечно, с истинами, то получается послабее. Традиционно столовая. Еще. Тетрадь. Ну, как заметили, она артикулюется чуть слабее, да, с высшими различиями, но она есть. На материале Кахемского говор установлено, что заимствования из русского языка осваиваются тубинцами с облигатурной фарингализацией, начинающейся с ударного слова и распространяющейся до конца слова формы, независимо от морфологической структуры по сударной части слова. То есть аффиксальные морфемы, присоединяемые при словообразовании и слововоизменении, подчиняются закону тубинской фарингальной гармонии гласных. Исключение составляют однослоги, не имеющие в своей звуковой оболочке, с консонантных сочетаний, а также неоднослоговые слова с ударением на первом слоге. Фономатический статус фарингализации гласных Субстационально, сходное в тюркских языках явление фарингализации гласных реализуется с различным фонологическим статусом. По мнению Вадима Михайловича Наделяева, в товском вокализме, в отличие от тубинска, отсутствует группа фарингализованных гласных фонем. А имеющаяся в товском языке фарингализованная гласная является оттенками кратких гласных фонологических единиц, комбинаторно обусловленным с соседством сильных согласных. Так, я вам еще что-нибудь сейчас поставлю. Тубинский. А, ну это нет. Это, наверное, вот. Рассадин придерживается иной точки зрения согласных, с которой противопоставление гласных фаварского языка по наличию и отсутствию дополнительной артикуляции работы фаринса является фономатическим. Автор выделяет восемь фарингализованных фонем. Это А, Э, О, И, У, И, И. Рядом исследователи констатируются глубоко заднеязычные фарингализованные А в башкирском языке и его говоров. К сожалению, авторы не дают прямых указаний относительно фономатической трактовки фарингализованных гласных А. Тем не менее, Хисамеддинова отмечает, что в тувинском, товском, уро-уренхайском языках, в отличие от башкирского, имеется противопоставление фарингализованных и нефарингализованных, что прямо указывает на афонный характер башкирской фарингализации. Результат исследований свидетельствует о том, что лингвистический статус дополнительной фарингализованной артикуляции гласных в тюркских языках Южной Сибири различается функционально. В одних языках в процессе исторического развития произошла ее фонологизация, а в других она реализуется на уровне афонного варьирования. Если в тувинском фарингализация это основной конститутивно-дифференциальный признак гласных фонем, то в тувинском это релевантный параметр, сопутствующий непоследовательно выраженный долготе гласных. В тувинском языке, где сильные согласные фонемы сохранились во всех позициях в слове, фарингализованные гласные являются алофоном и кратких фонем, позиционно-комбинаторно обусловленными соседством сильных констонантов. В хумандинском же, где фонологическая дифференциация кратких и вторичных долгих гласных фонем выражена достаточно контрастно, фарингализация долгих гласных факультативна. В южных диалектах алтайского языка, в том числе и в диалекте алтайки-жи, базовом для литературного языка, фарингализация фиксируется лишь эпизодически, непоследовательно. В барабинско-татарском языке шесть фарингализованных гласных реализуются на уровне алофонов, комбинаторных и факультативных. Теперь, что касается артикуляционно-акустической природы фарингализации, как же она образуется. Куна в результате экспериментального исследования установил, что при артикулировании фарингализованных гласных тугинского языка мускулы в стенках глотки, а также корни языка напрягаются, изближаются, отделяя нижнюю часть глотки в виде особого резонатора, а гортань отходит вниз, увеличивая тем объем нижнего глоточного резонатора. В результате дополнительной работы мускулы в стенках глотки при их значительном напряжении появляются более низкие форманты звучания гласного. Если в тугинском языке фарингализованные гласные всегда являются долгими или полудолгими, в зависимости от позиции и комбинаторики, то в тугинском языке фарингализованные гласные всегда краткие, произносятся отрывистые и как бы с создавленным голосом, при этом в конце гласного бывает подобие придыхания. В говорах башкирского языка при произнесении глубоко заднеязычного фарингализованного гласного А, корень языка отходит назад и поднимаясь, сближается с мускулами глотки, при этом гортань отходит вниз и звук произносится гораздо глубже, ниже и дольше, чем гласный А литературного языка, то есть это фарингальный звук по определению автора работы, а точнее фарингализованным, с лосовым глоточным звучанием. Некоторые специалисты дифференцируют фарингализацию по ее локализации, выделяя нижнюю, среднюю и верхнюю. И учитывая, что если она краткая, полудолгая, долгая, то получается как раз 24 варианта. Владимир Михайлович при определении в 1947 году аудиовизуальным и тактильным методами фонетических ряда гласных, выделяемых студентами и венами в Ленинградском госуниверситете в качестве особых звуковых единиц, констатировал энергичное участие в их фонации глоточного резонатора за счет значительного мускульного напряжения в стенках глотки. Аналогичное явление оглоточенности фонации гласных, но с добавочным нюансом в изменении высоты компонента звонкости в гласном. Резкое понижение основного тона голоса примерно на первой трети звучания гласного с последующим его повышением на основной части фонации гласного. И он пишет, что мне пришлось констатировать в туинском языке в конце 1947 года. Во время работы большой группы молодых тувинцев, студентов Восточного факультета ЛГУ. Соматические исследования настроек туинских фонализованных гласных, выполненные коллективом исследователей, показали, что фонализация гласных в туинском языке осуществляется при сильном напряжении мускулатуры глотки и корня языка. В моносилабах и в первых слагах полисилабов реализуется нисходящая и восходящая фонализация, а в не первых слагах полисилабов ровная, последовательно ослабевающая концу слоформы. В моносилабах процесс артикуляции туинских фонализованных гласных неоднороден. Он делится на три фазы. Первая фаза характеризуется сильным сужением, иногда в два раза по сравнению с нефонализованным коррелятом и удлинением нижнеглоточного отдела резонатора вследствие сближения стенок фаренца, оттянутся назад корни языка и отходы гортани вниз. Во второй фазе продуцирования фонализованного гласного отмечается незначительное плавное расширение фаренца, гортань слегка приподнимается. В третьей фазе следует резкий толчок гортани вверх и существенное расширение нижнеглоточной полости. Артикуляция гласного заканчивается сильно напряженной, консонантной преградой, как правило, имплазивной, претерпевающей существенное ослабление концу фонации. Изолированное и ауслатное произношение фаренгизованного гласного невозможно. При артикулировании трехфазовых фаренгизованных гласных дополнительной работы глоточного фаренгального отдела речевого аппарата, заключающиеся на протяжении первых двух фаз напряженном сближении стенок фаренца, при одновременной оттянутости корня языка назад. То есть детерминируется уменьшение объема нижнего отдела ртово-глоточной полости с соответствующим изменениям, соотношение объема переднего и заднего отдела фрезонатора и обуславит акустический эффект более низкого напряженного резонирования. Вот такая сложная получается артикуляция. Таким образом, результаты соматических исследований настроек тувинских фаренгизованных гласных в принципе совпадают с выводами, полученными на аудиовизуальном уровне наделяемым и с использованием инструментальных методов КУНа. Расхождение с данными КУНа отмечается лишь при определении объема нижнего ртово-глоточного отдела резонатора при артикулировании глотализованных гласных. По нашим наблюдениям, в начальной и серединной стадиях процесса артикулирования происходит удлинение нижнего отдела резонантной трубы. Его расширение констатируется лишь на третьем, завершающем этапе фонации гласного. По типу артикуляции тувинские фаренглизованные гласные в моносилабах и в первых слогах полисилабы сходные с конечно-толчковыми гласными кетского языка, в не первых слогах с кетскими, не толчковыми, ровно фаренглизованными гласными. Акустическим коррелятом нисходящей-восходящей фаренглизации гласных филиация трюкступенчатый контур чистоты основного тота. Тона резко нисходящий примерно 35 миллисекунд, плавно нисходящий 9 и ровно восходящий тоже 35. Такое распределение. В среднем понижение чет на первом шаге артикуляция составляет 2 ступени, секунда большая на втором, одна ступень, секунда малая, на третьем повышение чет на 6 ступеней. Это 3 тонны. Частота основного тона в конце фонации фаренглизованного гласного выше, чем в начале произношения гласного на третьей ступени. Это терция малая. Различение гласных по интенсивности нерелевантно. Специфика артикуляторных настроек фаренглизованных гласных первая и вторая фазы по сравнению с нефаренглизованными заключается в следующем. Первое. У фаренглизованных гласных корень языка сильнее оттянутых задней стенки глотки. Второе. Вследствие оттянутых корень языка назад и напряженно сжатия стенок фаренгса объем нижнеглоточного отдела резонаторной трубы непроизвольно от волнения. У фаренглизованных гласных меньше, чем у нефаренглизованных, но более чем в два раза. Третье. Фаренглизованные настройки являются, как правило, более задними по сравнению с нефаренглизованными. Так, и про фаренглизованный сингармонизм немножко. Сингармонизм, детерминирующий фонетический облик слова, его вокальный и консонантный ось, является характерной чертой алтайской языковой общности. Функционирование в тувинском языке, в отличие от других тюркских языков, гармонии по фаренглизованности или глоточной гармонии отмечалось исследователями. Впервые обратил внимание на существование в тувинском языке помимо небной и губной гармонии гласных третьего типа гармонии по фаренглизованности, то есть глоточной гармонии. Кадров Алексеевич Вичельдей. Но следует отметить, что в конце 70-х, начале 70-х прошлого столетия Светлана Феликсовна Сигельмей высказывалась об этом устно. Рассматриваемое явление заключается в том, что под влиянием артикуляции фаренглизованных гласных первого слога в слоговой форме 6 кратких и 6 долгих гласных, которые могут употребляться в не первых слогах, также подвергаются фаренглизации. По мнению Вичельдея, фаренглизация гласных не первых слогов носит оттенковый характер, обусловленным качеством артикуляции гласного первого слога. Таким образом, фаренглизация в тувинском языке носит суперсегментный характер. В этом тувинский язык существенно отличается от близкородственного мутовского языка, где фаренглизованный гласный констатируется только в первом слоге слова. В башкирском языке глубоко заднеязычный фаренглизованный гласный, а также реализуется либо в однослоговых формах, либо в первом слоге многослогов. Следует отметить, что казахцев и кремного, описывая на материале ряда языков Африки дополнительные вокалические признаки, связанные с объемом и конфигурацией глоток, отмечают. Эти признаки обычно приписываются гласам, однако они функционируют как просадические, распространяясь на слово целиком. Исследуя глоточные признаки в языках Дагестана, автор отмечает, фаренглизация имеет черты просадичности, распространяясь по слову. Но консонантный аспект сингармонизма и, в частности, глоточного сингармонизма оставался за пределами внимания тюркологов. Инструментальные исследования показали, что сингармонизм в этом числе и фаренгами включает в себя и консонантную составляющую. Так, вот это было то, что касалось гласных, а вот теперь характеристика нефаренгализованных и фаренгализованных согласных тоже. Она тоже есть, она стала фиксироваться, и не стоит ей пренебрегать, потому что фаренгализованные согласные могут прогрессивно или регрессивно влиять на локальную ось слова. Артикуляция согласных фарафонов по нефаренгализованному сингармоническому типу осуществляется при напряжении глоточных мышц констрикторов, оттянутости напряженного корня языка к задней стенке глотки и опущении гортани, вследствие чего диаметр фаренгальной трубы в локусе максимального сближения ее стенок значительно уменьшается по сравнению с нейтральным состоянием речевого аппарата при свободном дыхании через нос, а его высота измеряемая от верхней границы гортани до условной постоянной прямой проводимое по линии прикуса верхних зубов увеличивается, при этом струя резко выталкиваемого воздуха энергично взрывает ртовую смычку ири преодолевает щелевую преграду по типу временного распределения напряженности основного артикулирующего органа при преодолении шумообразующей преграды в полости рта. Эти согласные могут быть определены как сильно конечные. Согласно алофону фаренгализованного синдромонического типа продуцируются при еще большем напряжении глоточных мышц, но мышц разжимателей, оттянутости напряженного корня языка от задней стенки глотки и продвижении гортани вперед-вверх, вследствие чего диаметр среднего и нижнего отдела глоточного резонатора увеличивается по сравнению с настройками нефаренгализованных коррелятов, а высота фаренгса, наоборот, уменьшается. При этом напряженность основного артикулирующего органа, создающего шумообразующую преграду в полости рта, выражена сильнее, чем преобразование нефаренгализованных согласных, но постепенно освобивает от фазы экскурсии через фазу выдержки к фазе рекурсии. В соответствии с чем фаренгализованные согласные могут быть определены как сильно начальные. Отмеченная специфика распределения степени напряженности во временном континууме при продуцировании нефаренгализованных согласных обуславливает возможность факультативной реализации ауслатых смычных консонантов в качестве имплазийных вариантов, а также большую квантитативную протяженность фаренгализованных холлофонов по сравнению с нефаренгализованными. Все нефаренгализованные согласные, независимо от позиции в слове, конечно, напряженные. Все фаренгализованные, начально напряженные, но в пределах слова формы параметры согласных реализуются с различной степенью выраженности. Наиболее контрастные фонетические различия фаренгализованных и нефаренгализованных согласных проявляются в ауслауте, несколько ослабевая в анлауте, еще в большей мере в инлауте, фактически нивелируясь при функционировании слабых и сверхлабых согласных интервокали. Вот здесь представлены долгие гласные фаренгализованные в туба, в языке тубоварском. В отличие от нефаренгализованных, эти газы производят с большей напряженностью стенок в резонатной полосе и с нисходящим-восходящим, резко нисходящим, плавно нисходящим, резко восходящим таким движением основного тона. Здесь представлены долгие, как раз фаренгализованные. Как можно видеть, как раз это оттягивание корня языка и напряжение, вот здесь четко видно, в задней стенке фаренса. В результате этого сужения образуется такое специфическое произношение. Произнести не смогу, это туба язык, поэтому даже не буду пробовать. Ну и здесь распределение уже сравнение кратких и долгих. Можно, как гласный, краткий 130 миллисекунд, долгий получается 338. Ну вот, мужчина, 229, 344. Судна Борисовна, ваш материал рассказываю. Узнала? Ну вот. Ну я так, не буду отобирать хлеб у Судны Борисовны, потому что... Нет, я поделюсь. Она будет еще представлять его, лекции же еще не было, да, более детально, поэтому я оставляю за кадром. Я вам сейчас расскажу по шорскую фаренгализацию, покажу там примеры. Так, вот такую сделаем табличку, чтобы было видно. Увеличить. Да, она вроде нормально. Да? А, плохо видно. А как здесь, в этом... Экран. Чёрно-белое. Ctrl+, Ctrl+, Нет, 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 не срабатывает. Фаренгскрин он пришел сделать, потому что иначе диакритика бы вся поехала. Проблема в том. При детальном анализе в шорском языке можно выделить несколько типов фаренгализованных гласных и, соответственно, фаренгализации, различающиеся по происхождению длительности, типу тона и регистру. По происхождению в шорском языке можно выделить фаренгализованную гласную и фаренгализацию первичного и вторичного образования. Я это даю в скобках, как первичное, так и вторичное. Такое условное название. К первичной относятся гласные и фаренгализация, возникшие в доисторический период, то есть, которую можно объяснить только гипотетически, то есть, ну, предположить. Да, она возникла в результате ослабления артикуляции сильных согласных и как компенсация выступила на гласном. А ко второй – это позиционно-комбинаторные, факультативные и возникшие в результате выпадения согласных. Это уже, ну, это вот достаточно видно на современном синхронном срезе. Первичная фаренгализация. Как уже отмечалось выше, этот тип возник в доисторический период, то есть, трудно его сейчас сказать, только можно предположить. В шерстском языке она употребляется в следующих словах. Вот здесь специальные слова. Эти я могу произносить. Это пек, крепкий. Ат, конь. Эк, подбородок. Эт, мясо. От, трава. И можно вот, ну, хотя бы несколько вот там, вот тувинскую, чтобы для сравнения. Вот давай. Лошадь произносить, а я это по-своему. Ат. Ат. Эт. Эт. От. От. Ну, немножко утрировал, конечно. Ну, чтобы было понятно. Вот в этом различие. Вторичная долгота. Возникновение данного типа, в отличие от предыдущего, легко объясняется из современных реалий или сравнительно-сопоставительным методом. Можно выделить следующие случаи возникновения вторичной фаренглизации или появления фаренглизованных гласных. Первое. Это позиционно-комбинаторные фаренглизованные гласные возникают при наращении аффикса к основе с перерывистыми гласными. Например, аак, мелкий, но аакта, мельчить, размельчать, ну, разменивать деньги, например. Сёк, кость, но сёглым, сёглым, кость моя. Второе. Факультативная фаренглизация отмечается в потоке речи, когда прерывистый гласный чередуется с фаренглизованным. Это можно вот на последней табличке как раз. На. Новый. И на тоже. Но. Прерывистый. Но. Что? Ма. Ма. Мне. А. А. Ему. Ак. А. Крик. Ак. Ад. Ад. Дикая утка. Саад. Час. Время. Саад. Уже ровно. Са. И. Са. Тебе. В результате выпадения согласных, а в интервокальной позиции, например. Сок. Холодно. Сыт. Сыт. Плач. Сёк. Кость. Ау. Ау. Селение. Ас. Рот. Выпадение йота, например, тут получилось. Ну, это по говорам. Ит. Но в говорах иногда звучит как ит. Ну, вроде как толкать. Но ит тоже. Схожее слово собака. Иги. С фаринголизацией, но иги. Два. По длительности в шоуском языке различаются краткие и долгие фаринголизации. Краткая фаринголизация фиксируется в салакс первичной фаринголизации гласные. Ну, вот я приводил пример уже. Пек. Крепкий. Ат. Эк. Эт. От. Они как бы обрубаются. Все долгие фаринголизации гласные в шоуском языке вторичного образования возникшие в результате. Первое. Это выпадение согласных, например, пар, печень, сын, морал, саска, сорока. Кроме двух случаев. Это вот ит, толкать, и ит, собака. Второе. При наращении аффиксов, при условии, что краткий фаринголизационный гласный должен быть в первом слоге, узкий гласный аффиксов, в последующем. Ну, вот. Здесь будет не такая сильная, как в туинском, но тоже нисходящий-восходящий с тоном. В шоуском языке можно условно выделить фаринголизацию гласных с первичным и вторичным тоном. То есть тон тоже может быть первичным и вторичным. Первичный тон – это как раз вот на словах, на которых нельзя фаринголизацию объяснить. Например, первый – это резко нисходящий – эт, от, ровным – кись, войлок, кол, дупло, нись, мозг. Ровно нисходящий – ары, маха, орва, сок. Холодно. Так, сейчас тут. А, ну вот. У меня будет вопрос Николаю Сергеевичу и, может, Марии, да? А в программе ПРАД как она, то есть фаринголизация отображается? И вообще, может быть, спич-аналайзере, да? То есть какие-то существенные признаки есть, которые сильно отличают его? Спасибо. Жду ответ. Мы пока смотрели в ПРАДе только произнесение Николая Сергеевича. Очень хотелось бы ваши тувинские послушать, записать и посмотреть, что у вас. Потому что про Николая Сергеевича мы что-то поняли? Ну, то, что мы делали с печеналайзере, там смотрится очень красиво так тувинская такая. Ну, вот очень красиво было фаринголизация, которая в хандейском, сургутском. Вот, в записях Натальи Борисовны. Там очень показательно. Можно Озиянин будет показать. Ну, тувинская красивее выглядит. Гарантирую. Давайте запишем сегодня, да, тогда? И посмотрим вместе. Я загружала в седьмой аудитории, втором. Ну, там, Z-диск произнесения фаринголизации. В общем, в ваших произнесениях хотелось бы посмотреть вашу тувинскую фаринголизацию. Да? Ну, вот уже договорились. Ну, и вторичный тон у фаринголизации гласных. Это тон, появляющийся в результате замены первичного при фонических или грамматических изменениях слова. В шорстском языке в роли вторичного тона был зафиксирован только нисходящий, последящий. Ну, вот я его уже произносил. Табличка вот этого табличка. Как раз он представлен, когда нисходящий при слову образовании, слово изменения, то есть, заменяется вот на нисходящий, восходящий. Но у него регистр выше уже получается. Ну, и так, если вот все это обобщить, то получается следующим образом, что фаринголизация в шорстском языке. Первое, первичное, краткое, резко нисходящего тона нижнего регистра, типа от трава. Второе, первичное, ну, вот, первичное, вторичное, долгое, вторичное, нисходящего, восходящего тона верхнего регистра, а так замысловано-то получилось. И третье, вторичное, возникшее в результате выпадения йота, краткое, исключение резко нисходящего тона нижнего регистра, как ит, собака. Вторичное, вторичное, позиционно-комбинаторное, долгое, ровно нисходящего тона среднего регистра, типа селгэм. Четвертое, вторичное, факультативное, долгое, ровно нисходящего тона среднего регистра, типа, да, новый. Ну, там бывает, что ровно нисходящий и факультативно они как-то вот взаимозаменяются. Ну, то есть, извините, я тут, что-то я тут такое... Ну, и вторичное, возникшее в результате выпадения интервокального согласно-долгое, ровно нисходящего тона среднего регистра. Это типа сёк, холодно. И последнее, вторичное, возникшее в результате выпадения интервокального согласно-долгое, ровно тона среднего регистра. Это типа эй, неродной. Типа неродной. Так. Есть такая вот вещь ещё, прерывистые гласные. По шорстскому уже я говорю, они там были представлены. Вот они. Обозначаются гласный, верхняя запятая гласный. Вот таким образом. На письме, конечно, они просто как долгие идут. Сейчас. Гласные, интересные. На них почему-то никто внимания, к сожалению, не обращал в тюркских языках. Но их, так сказать, в общую свалку в долгие скидывали. На самом деле это другая совершенно группа. Звуки эти сложные по своему составу, которые состоят из двух вокальных компонентов, разделённых гортанной смычкой. Но там не совсем, конечно, гортанная смычка. Это даже не смычка, а вот что-то такое, какая-то такая вот согласная ставка, что получается, ну, как бы вот два горба у нас во грани. Можно добавить чуть-чуть? Что? Можно добавить. Можно. У нас в ненецких записях в середине слова, возможно, тоже есть, ну, прерывистый гласный с гортанной смычкой в середине. Но, правда, традиционно это считается, что всё-таки это не одна фонема, а несколько там. Ну, здесь их трудно считать как три фонемы, да? Как две считается, гласный и гортанная смычка. Ну, а здесь как бы вот гласный, гортанная смычка, гласный, да? Да, но на самом деле это фонологически считается как две фонемы, а, конечно, по факту, если мы смотрим, там, ну, как бы три компонента. Но обычно это перепадом тона ещё очень хорошо видно. То есть там тон прерывается в этом месте, и действительно две вершинки интенсивности. Вот в наших языках они образуют один слог, чем обеспечивается их фонетическая целостность, да? И фонологическим свойством является их потенциальная нечленимость на три, конечно, фонемы. То есть они вот воспринимаются как одно целое, как, ну, собственно, как африката, да? Только это вот гласная такая африката. Ну, чистые, долгие, ну, я говорю про шорский язык в данном случае. Далее, непрерывистые, характерные для позиционной долготы. В шорском языке широкие гласные в препозиции к узким удлиняются. Факт, известный достаточно давно. Ну, например, «ат» – имя, но «адм» – имя его, «эт» – мясо, «эдм» – мясо его. А прерывистые констатируются в словах со вторичной долготой. Ну, вот перед этим, что я говорю про фолингвизацию. Более чем за столетие письменности в шорском языке сложились определенные традиции написания, поэтому выявленные нами прерывистые гласные не нашли своего отражения на письме, так как ранее на тюркском материале данный тип гласных выявлен не был. Нам было решено в транскрипции обозначать их двумя гласными, разделенными над строчным знаком апостроф между ними. Ну, и как пример, вот как раз там в табличке. Это «на», «но», «ма», «а», «ак», «ат», «са», «са». Ну, и также, вот, сейчас, вот, первые – это были полного образования, а вот вторые – прерывистые, неполного, почему? Потому что один из компонентов, он отличается от предыдущего. Вот, «ар», «пар», «шар», «сеть», «веревка», «вольна». Ну, наша лаборатория выезжала к барабинским татарам, там делали записи, и в полученных материалах тоже были зафиксированы, которые, как и в шорском языке ранее, непрерывистые и прерывистые долгие гласные. Притом они там были зафиксированы как полного, так и неполного образования. Ну, вот тут куропатка. Их не так много, на самом деле, слов таких вот было. Произнести боюсь, потому что все-таки это барабинский татарский, поэтому вот просто тут вот показано. Так как для барабинско-татарского нету письменности, он, ну, бесписьменный язык, было решено давать, ну, в транскрипте также через запятую верхнюю, да, а в написании, чтобы люди могли прочитать, носители хотя бы сами, то в русской графике, ну, добавляю вот этот верхний тоже апостольский. Это что касается тюркских языков Сибири. Ну и при изучении, опять же, наших любимых сургутских хантов, в результате исследования были выявлены долги, прерывистые, они представлены в данном диалекте 11 широкими и 6 узкими гласными фонами, не фонами, просто фонами, просто звуки. Фонемы пока даже не выделялись. И в этом диалекте вот эти прерывистые, они находятся в контрастирующей дистрибуции к чистым долгим, то есть различаются прерывистые долгие и непрерывистые долгие тоже. При этом прерывистые как раз составляют самую частотную группу. Облигаторно они всегда сильно напряженные. При их произнесении глоточные мышцы имеют сильное сжатие, видимое невооруженным глазом. Ну и если раньше, ну, в Шорском, да, и Барабинском мы отмечали, что они, да, есть прерывистые гласные, то для сургутских хантов, конечно, мы дали четкую градацию и полное описание. В группе прерывистых были выявлены две подгруппы. Это долгие прерывистые гласные полное образование или просто прерывистые гласные. Данная группа представлена 10 широкими и 5 узкими гласными. И прерывистые гласные, ну, и неполное образование. Ну, там всего было 6 фонов. Так, ну вот представлена табличка такая. Здесь первый столбец из слова форма, второе значение, по трем дикторам, ну, и дальше позиция в слове. Ну, на наш взгляд, долгие прерывистые гласные неполное образование носят промежуточный характер от прерывистых гласных к долгим через ступени дифтонги или дифтонгоиды. Переход от прерывистого гласного неполного образования простому долгому можно наблюдать на примере слова ЭВП, дверь. ЭВП, диктор 1, он произносил. Потом вот у него так дифтон получался. Там несколько дифтонгоидные произношения уже у диктора 2, ЭВП. И у третьего диктора уже просто долгий получился. ОУП. Или СИВ, да, например, красота. СИИВ, СИИВ, дифтонгоид такой вот СИИВ. Ну, и вот просто тоже произносить там. Но, с другой стороны, эти гласные чередуются в пределах речи одного носителя. Например, у диктора 2, 3 в слове лодка. РОД, 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 РОД. То есть такое фруктное чередование. Ну, и позабавлю еще такую вот вещь. Да, тут еще следует сказать, когда мы с Натальей Борисовной общались, то она говорила, что у хантов, но потом, после, когда уже выявили эти прерывистые, она ездила по другим районам. И там оказалось, что у хантов носителя других диалектов прерывистые гласные констатировались эпизодически или выявлено не было вовсе. То есть вот такое вот. То есть у сургутского это более так четко сохраняется до сих пор. Подкульку ставить. А то вон там ничего не слышно. Наушники. Так, ну кроме Шорского, Барабинского, Сургутского диалектов, Хантыского, подобными гласными обладает удыгейский язык. Перехвальская в книге для учителей «Удыгейский язык» начальный курс пишет, что долгие гласные могут быть ровными и прерывистыми. Прерывистый гласный содержит в себе дополнительный призвук. Иногда он звучит, как смычка голосовых связок. Так, прерывистый гласный обозначается апостолством перед гласным. Произносить так тоже вот как-то. Тоже, наверное, ну попробуем. Типа нау курица и нау вдова. А она брат и... Это здесь нет? Удыгейский язык. А. Это я сейчас немножко поторопился. В работе Игоря Валентиновича Кормушина «Удыгейский язык» это тот же самый Удыгейский. Небольшой раздел посвящен именно прерывистым гласным. У него они прерывные называются, в котором дано их описание. Приведены минимальные пары, доказана фонологическая самостоятельность. Приведена цитата из работы Льва Рафаиловича Зиндера и Маргариты Ивановны Матусевича. О том, что они признают особый тип гласных с консонантом элементом внутри. И работа была написана еще в 30-х годах прошлого века. Но в силу политических таких вещей она так и не была издана. Надо его попросить бы... Анна Вадимировна. Игоря Валентиновича Кормушина попросить, чтобы вот работу, которую сделали Зиндер и Матусевич по прерывистым, вот как бы ее издать, что очень интересная работа такая. Да, да, да. Она так и лежит в архиве, но не... Да, она как будто действительно в архиве, но сейчас все довольно трудно найти. Он сам с трудом находит свои материалы, вот эти вот иски уже. Они там в Питере все. Да, ну вот читая просто вот эти ссылки, которые он делал на их работу, ну прямо это вот бальзам по сердцу, потому что... То, что надо, да. То, что надо. Я хотела спросить, значит, я еще знаю с детства термин двувершинная долгота. А, это ведь то же самое? Нет, это... Есть двухвершинные гласные, но это непрерывистые. Они как бы на слух воспринимаются как долгие, но непрерывистые, совершенно иное. А, то есть прерывистые, это когда там есть след гортанной смычки. Вот, ну вот в работе Матусеевича как раз из Индера, да, вот в этой вот, вот хорошо говорю, там они все прочитали даже в это, ну миллисекунды все это, они говорили, что это не столько даже смычка, а вот что-то вот какая-то вот такая вот, может звонкий какой-то элемент согласный. Ну, хорошо, а что такое двувершинная долгота? Ну, на гласном, да, видно, что вот как бы... Ну, это и на этих же видно. Ну, насколько она не воспринимается? Ну, прерывистость больше воспринимается, ну, тут, ну, а, да, а, а. Ирина, ну, вот. Анна Владимировна, я могу вам ненецкие примеры показать в фраате с прерывистостью. Там есть гортанная смычка, так же вот как бы внутри вокального элемента. Ну, вот вчера у Линары была, там тоже повышенность. Ну, да. Что-что? Совсем по-другому выглядит, не как двувершинные. А двувершинные как выглядят? В них просто два пика интенсивности. Да. Но нет никакого перепада в тоне, то есть он идет ровный. А, разный, разный. А, как данное внутри как бы гласного элемента, там будет перепад тона, ну, вообще на спектре очень заметно. Ну, хорошо, но вот Николай говорит, что смычка может быть, а может ее и не быть на этих прерывных. Это как вот взрыв, да, такой, то есть смычка и взрыв, то есть как это в конце слова выглядит, смычка, как данное. В середине слова, ну, как бы внутри вокального элемента она не будет... Ослабляется, поэтому она не всегда вот так вот. Я не знаю, да, да. То есть просто как бы в середине гласного. Ну, и вообще, ну, я покажу вам на картинку. Она вокализуется, она вокализуется, как бы вот, вот получается часть вот этой вокальной. Итак, двовершинной долготой мы называем долготу с двумя вершинами по интенсивности, правильно? Если же у нас две вершины не по интенсивности, или есть даже по интенсивности, но есть еще две вершины по тону, хотя может и не быть смычки. Не вершины по тону получается, там как бы идет ровный тон, но в нем внутри как бы там... Разрыв, а, просто разрыв. Он не выглядит как обычный, ну, вот взрыв гортанного смычного, выглядит иначе на спектре. Взрыв, как бы разрыв тона там есть, но потом нет никакой дополнительной вершины. Ну, на самом, у меня есть подозрение, что вот для тюркских прерывистых, это же различие нерелевантно просто, потому что там разные произнесения с разрывом или без разрыва, а вершинки-то верны, видны все равно. Фиксировать, фиксирую, но объяснить это придется, наверное, позже чуть-чуть. Но на слух они, но они есть. Да, на слух, несомненно. Но просто я всегда это нажузывала по вершинам и по привычке. Нет, это нечто иное совершенно. И же и слышится даже по-разному. Да. Я вам ненецкий пример поставлю сегодня вечером или когда. Вы можете мне привести пример языка, в котором различаются двувершинные и прерывистые? Допустим, в ненецком есть такие случаи, что есть нейтральные по длительности узкие гласные, а есть долгие. И может быть еще случаи, где просто после узкого гласного, ну, как бы есть вот узкий гласный, вот такой как бы прерывистый, да, но это фонематически обычно Салменин пишет как просто гласный плюс смычка гортанная. Но реализуется это фонетически как вокальный элемент, потом как бы смычка некоторая, да, ну вот ослабленная, показанная перепадом тоном, и опять вокальный элемент. То есть, допустим, долгий И от И с вот этой смычкой внутри, он отличается на... Хорошо, но это вы говорите, как долгий отличается, простой долгий отличается от прерывистого. А этот простой долгий является при этом двувершинным? Нет, небось. А можно привести такой случай, когда противопоставлены двувершинные и прерывистые? Я думаю, что мы как-то в лаборатории сидели, обсуждали этот момент, пришли к выводу, что вот эта двувершинность, это следующий этап от прерывистых. Вот я подозреваю просто, что это, ну, как бы историческое варьирование, так сказать, да. Вот он есть. Просто там эта смычечка пропадает постепенно, и они сглаживаются, и они становятся двувершинными просто, да. Это, видимо, действительно так, потому что вот быстрая речь ненецкой и умение компетентных носителей, вот эта вот штука с гортанной смычкой, она действительно, пожалуй, реализуется иногда как двувершинные по долготе. Например, слово, ну, вот это сок, которое, совик, верхняя одежда, оно часто используется, и может, вот эта смычка, ее может не быть в середине, а может быть просто как долгий, действительно двувершинный в таком случае. Ну, вот про туркменскую, про туркменскую долготу говорят, что она двувершинная, во всяком случае, в каких-то диалектах. А туркменская долгота, она двух происхождений, на самом деле. Она бывает вот из того, из чего наблюдаемые в Сибири прерывистые, то есть из стяжения вокально-консонантных комплексов. А бывает первичная долгота, просто похоже, что в данном случае они сблизились фонетически постепенно, а потом произошло наложение, и первичная долгота стала такой же, как вторичная. Ну, понятие долгота – это такая свалка, куда все сбрасывают, что произносится дольше, чем коротко. Поэтому, ну, не… Ну, да, но мы ее померить, по крайней мере, можем. Да, ну, а там все-таки чистые долгие, ну, грубо говоря, вот эти прерывистые, двувершинные, вершковые, ну, и так далее. То есть без дисференциации просто вот долгие и все. Ну, и не хай, пускай долгие будет. Ну, ладно. Тут сейчас вот еще, ну, просматривая литературу, вы уже слышали, ну, по прерывистости гласных нашел Цуар-Миштеков, это индейский народ в Мексике, в основном на севере и западе штата Оахака, частично на востоке штата Герреро и в штате Пуэбла. Живут в высокогорных долинах Альте и тропических низменностях Тихоокеанского побережья Коста. Численность 270 тысяч человек. Говорят на языке Миштекской группы семьи, Отто Манге, иметь несколько диалектов. Ну, это переведенный на русский язык Миштекско-испанский, испанско-миштекский соварь с указателем грамматики данного языка. Ну, и вот на седьмой странице мы находим описание вокализма и частности. Их сейчас также имеется множество, которые содержат долгий гласный звук. Они в скобках пишут, это удлиненный и дробный пишут, а в скобочках прерывистый гласный. И плюс обрезанный, отрывистый гласный. Такое подозрение, что это отрывистый, ничто иное, как нисходящая фарингализация просто. Долгий гласный и прерывистый гласный всегда находятся в конце слова. На письме они пишутся, используются двумя гласными. Прерывистый гласный пишутся разделенными знаком, ну, вот верхняя запятая, которая представляет глатализацию или смычку. Ну, и вот там примеры. Ко – змея, ко – тарелка. Ну, просто похожи. То есть, эта прерывистость, она встречается и за пределы Евразии у нас. Ну, и подытоживая, по прерывистым можно сказать, что они всегда долгие и сильно напряженные. Ну, во всех языках, вот включая индейцев, прерывистый гласный состоит из двух вокальных компонентов, разделенных гортанным звуком. Ну, условно, гортанным звуком, потому что он не всегда гортанный. Они противопоставлены чистым или ровным, или удлиненным, в зависимости от традиции описания фонов. Во всех языках существует две группы прерывистых. Полное образование, когда локальные компоненты однородные, и неполное. У таких гласных компоненты не соответствуют либо по ряду, либо по подъему, либо по длительности, либо наличие, отсутствие лаберизации. И четвертое. Во всех выше приведенных языках прерывистые гласные противопоставлены непрерывистым долгим. Пятое. В потоке речи в шорстком языке наблюдать чередование прерывистых гласных с долгими фарингализованными. Примеры я уже приводил. Ну, и там уже не намекают, что время кончается. Кроме этого, еще вот экзотика появляется при изучении детальных языков тюркских и нетюркских. Это О такие, ну, грубо говоря, О-образные гласные. По определению, лабилизованные, это что у нас, когда работают губы, да? А вот эти, они как произносятся как О, но без работы губ. Например, ну, обычно О. И у них О, О. Губы вообще не работают. Так. Ну, вот лабилизованные О, О, О. И не лабилизованные О, О, О. Мы вот с Машей смотрели, и там получилось, что у нас по ним... Там получилось, что если мы хотим акустически это как-то увидеть, то нам надо сравнить расстояние между первой и второй форматами и второй и третий. Потому что в случае с лабилизацией мы ожидаем, что первая и вторая форматы будут ближе друг к другу, и вторая формата будет дальше от третий, чем в случае, если будет округление вот такое. Ну, там получилось по огубленным первая и вторая близко, при О огубленном. А вот при О не огубленном первая и вторая они подальше получились. То есть вторая ближе к третьей. Да, да. То есть такое расхождение. В принципе, можно попробовать. Ну, вот в языке калмаков, это не многочисленный народ, их меньше 80 человек осталось, говорящих до там менее 20 вообще. У них это в языке как две фонемы получается. Это он 10, а он это мука. И по-разному они, так, по-разному они прикрепляют себе аффиксы. Например, он-нор, это будут, ну, много десятков, да, он-го к десяти, а мука он, но он-га к муке и он-нар, это будут разные сорта муки. То есть по-разному вот с тобой срабатывать. Ну, ну, как-то так. Все, спасибо за внимание. Можно вопросы? Тувинская фарингализация связана с первичной долготой класса? Тувинская, они разные очень бывают, вот что, по диалектам. Но, насколько я понимаю, одна из, нет? Нет, не связана. А у меня есть образцы произнесения фарингализованных, как такая с глоттлстопом внутри. Ну, вот иногда бывает, да, вот прямо вот в конце фонации там что-то такое вот гортанное возникает. Ну, да, гортанный смысл. И, собственно, поэтому уже, вероятно, она и подольше у них немножко. Фарингализация. Ну, вот я говорил, все-таки Тувинская, она классическая, я ее всегда классическим называю. Это вот нисходящая-сходящая, такая красивая. Прямо на основном тоне видно, вот она как нисходящая, потом так ровненько восходящая. Ну, да. Это в Шорском, в Чулымском, там, в Кумандинском. Она такая, как обрубленная получается. Резкий такой, раз, и спать. Да, но Тувинская-то потом дает опять вокализацию некоторую, вот что. То есть ее можно рассматривать как прерыв, что и долго, а то, вероятно. Сильно близко. Сильно близко говорить. Я говорю, что Тувинская все-таки там бывает, что посерединке гласного стоит глотал стоп, ну, или ближе к концу, но все равно после него часть вокала все-таки идет еще. Так что, может быть, ее технически можно рассматривать как прерывистый, благотонный. Ну, в некоторых случаях, да. Иногда даже слышится, вот когда я произною, ну, специально вот произносят, там она, да. Ну, статью по китайским тоном читал там тоже, сейчас уже рассматриваю, что это фарингализация. В интернете просто находил, на полях интернета. Ну, просто терминология все время сбивается туда и сюда. То становится модно говорить про АТР, РТР. То становится модно говорить, называть все подряд фарингализацией. Вот. Ну, понятно, что... Ну, нет, там, когда говорят о фарингализации, то как раз описывают именно работу вот этого. Ну, вот Шван Засон говорит, когда о фарингализации, он даже не... Он на счет фарингализации сбрасывает вот это продвижение переднерядных огубленных в центр, которое произошло там в монгольских языках, там в южно-тунгусских и так далее. Вот. Вот. Значит, никаких картинок про эти гласные он никогда в жизни не делал и не видел. Вот. Тем не менее, значит, с этого времени все, все процессы такого рода, вот начиная с этой сфантазоновской статьи, просто обзывают фарингализации. Ну, это неверно, конечно, потому что, как наше исследование показывает, что вообще в сибирских тюркских вся система сдвигается туда вот к заду, центрально... Ну, по-нашему, центрально-задние. Передних, как и таковых-то, и нет у нас. Ну, да, фактически, да. Да и задние тоже туда же тянутся. Там буквально различия. Эти немножко продвинулись сюда, эти... Да, все сдвигается к центру. Да, все в центр идет. Все сдвигается в кучку, в центр. И фарингализация тут, по-видимому, все-таки не при чем. Да, нет. Это не при чем. Просто путают. Ну, да. Время.